МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Мы начинаем нашу еженедельную дискуссионную программу АГОРА. И с вами я, ее ведущий, Михаил Швыдкой. 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о том, что цифровая экономика – это не отрасль, а уклад жизни. Это такой же важный проект, как некогда электрификация Советского Союза, и что это вопрос национальной безопасности. Сегодня проблемы цифровой экономики обсуждаются с самыми разными людьми, но я боюсь, что никто из даже просвещенных людей, из многих телезрителей, не знает, каковы последствия этого процесса, что несет цифровая экономика, какие проблемы, в том числе экономические, социальные, философские, она может вызвать. 21 июля нынешнего года на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Канта Герман Греф, формулируя основные положения цифровой экономики, как она ему видится, вызвал безусловный взрыв в социальных сетях. Вопросы, которые он затронул, касаются каждого из нас, тех людей, которые живут в современном мире и тем не менее не чувствуют приближения будущего. Вот об этом мы сегодня и поговорим в нашей программе. Я рад представить уважаемых наших участников сегодняшней встречи, сегодняшней дискуссии. Я хочу начнуть все-таки с дамы Татьяны Владимировны Черниговской, выдающийся нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского университета, Герман Оскович Греф, президент и председатель правления Сбербанка, замечательный теоретик и выдающийся практик, поскольку мы с ним много-много лет знакомы, и я много лет с восхищением и удивлением иногда смотрю за его деятельностью. Владимир Романович Легоидо, официальный представитель Русской Православной Церкви, Марат Михайлович Отнашев, ректор Московской школы Сколково, Юрий Петрович Зинченко, декан психологического факультета МГУ, и, наконец, у нас два Германа, я могу загадывать желание, и все могут загадывать желание, так или иначе, Герман Сергеевич Клименко, председатель Совета Института развития интернета. Итак, вопросы заданы. Я к Герману Осковичу обращаюсь в данном случае. Почему, по-вашему, такую бурю в интернете, бурю в социальных сетях вызвала ваше выступление в Балтийском федеральном университете? Что, по-вашему, взволновало людей? Социальные последствия, то, что, как вы сказали, что вы изменили своих юристов на сети нейронные, которые делают юридическую работу лучше, чем реальные живые люди, что обидело их, что вызвало такую реакцию? Вы знаете, я думаю, что в первую очередь этот вопрос, наверное, нужно передрисовать Татьяне Владимировне, потому что я боюсь, я не слишком много читал комментариев, но я боюсь, из тех комментариев, которые читал я, мне стало понятно, что содержание того, что я сказал, мало кто прочитал, мало кто услышал, как всегда. И мне присвоили большое количество мыслей, которые мной не были сказаны, и более того, от которых я достаточно далек. Я никогда не говорил о том, что всех юристов заменят роботы, роботы, и я не говорю, что роботы или искусственный интеллект делает работу юристов лучше, чем сами юристы. Мысль была другая. В юридической работе, так как там были в том числе и человек, который задавал мне вопрос, был студентом юридического факультета, вся работа делится, собственно говоря, работа будущего, или работа сегодняшней корпорации, современной корпорации, делится на две части. Первая – это такая регулярная деятельность по принятию решений. Вообще, все, что мы в жизни с вами делаем, мы принимаем решения. Каждый момент времени мы либо автоматически с помощью безусловной системы нашего мозга принимаем решения, либо мы обдумываем и тоже принимаем какие-то решения. Так вот, все простые операции, в первую очередь, это рутинные операции, которых очень много в юридической практике. Сбербанк в год заявляет больше миллиона исков. И огромное количество этой работы просто-напросто является рутинной подготовкой исковых заявлений, отзывов на эти исковые заявления, жалобы на соответствующие решения судов и так далее. И всю эту рутинную работу, конечно, алгоритмы машинного обучения, искусственный интеллект делает значительно быстрее, лучше и с меньшими затратами, чем это делает человек. И поэтому готовить людей к такой рутинной работе совершенно бессмысленно. И специалисты, которые были бы заняты на этой работе, они будут высвобождаться. Но работа юриста будет, на мой взгляд, достаточно долго востребована в той части, когда она требует осмысления ситуации, поиска нестандартного подхода к нахождению новых аргументов в суде. И все, что связано с творчеством, с нестандартными задачками, с задачками, с которыми алгоритм пока очень тяжело справится в силу того, что они оперируют все-таки накопленным опытом, вот к этому надо готовить специалистов. И, конечно же, в программу подготовки специалистов, и юристов в том числе, нужно включать обязательно владение методами статистического анализа, анализа больших данных и методов машинного обучения. Потому что, в конце концов, пока, еще длительное время, наверное, это будет сохраняться, любая работа специалиста будет связана с его взаимоотношением с машиной. Скажите мне, пожалуйста, вот там вы приводите цитату, может быть, вы ее и не приводили, о том, что люди ложатся спать, владея индустриальной компанией, просыпаются, понимая, что им нужно заниматься программным обеспечением, аналитикой. И, как бы, реальная индустрия вытесняется из сегодняшнего круга экономической деятельности все активнее. Что это такое? Что такое цифровая экономика, ну, в самом общем виде? Ну, во-первых, знаете, Михаил Ильич, мне кажется, что мне очень приятно, вот часть из присутствующих здесь людей являются экономистами. Нам очень приятно, что вы свели проблему цифрового мира только к проблеме цифровой экономики. Но, конечно, я бы сказал, что эта проблема значительно шире. Мы погружаемся в принципиально новое состояние, состояние цифрового мира, я бы так сказал. Можно разные определения давать тому, куда мы уже вступили. Но самое главное, вы меня спросили, что самое главное в этой истории. Мне кажется, самое главное в этой истории, что мы продолжаем мыслить линейно на основе нашей истории. Мы всегда оперируем теми или иными шаблонами, которые мы накопили в жизни. Наш опыт – это наша история. А наше будущее будет развиваться по принципиально другой траектории. Наше будущее будет развиваться экспоненциально. И к этому мы абсолютно не готовы. Мы сейчас с Маратом обсуждали работу великолепной бизнес-школы, Сколково. И я сказал, если раньше мы меняли программы обучения в нашем корпоративном университете раз в три года, то теперь мы меняем три раза в год. И это не преувеличение, это действительно так. И вот это абсолютно новая реальность. Приведу только один пример. Но вот об этом много говорит. Если говорить о футурологии, то, наверное, самый известный футурист Рэй Курцвейл. Так вот, он сказал, что мы проскочили 20 век за первые 14 лет 21 века. И второй раз мы проскочим уровень развития технологий 20 века за следующие 7 лет. То есть с 2014 по 2021 год. И он говорит, что к концу 21 века мы будем проскакивать историю развития технологий 20 века за несколько дней. А может быть и за несколько часов. Вот это та новая реальность, которая нам предстоит всем жить. Но тогда я задам вопрос Татьяне Владимировне. А мы к этому готовы? Мы готовы? Мы ведь консервативны. Человек консервативен. Я уж не говорю о России в целом, как о таком государстве, которое имеет абсолютно такую инерционную силу. И в этом ее и слабость, и огромная, тем не менее, устойчивость. Потому что страна инерционная, и мы инерционно очень. Мы готовы к этому? Нет, разумеется, мы не готовы. Вот, наверное, предполагается, что мы должны спорить. Мы по разные стороны. Нет, 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 тут вообще спора нет. Мы пытаемся понять. Тут дело не в споре. Потому что спор истина, как известно, не рождается. Судя по последним спорам многочисленным. Нам важно понять, что происходит. Я полностью согласна с тем, что Герман Оскарович сказал. Потому что опасность не в том, что появятся машины, условные машины, которые мы не знаем, как включать, не знаем, что с ними делать. Дело не в этом. А дело в том, что антропологический аспект происходящего мне кажется очень тревожным. Другой вопрос, что мы ничего с этим не можем сделать. А что вас тревожит именно? Меня тревожит то, что люди не готовы к тому, чтобы жить в таких скоростях. Появились даже такие термины. Мне понравилось слово, я первый раз его видела. Что мир стал не человекомерен. Что, поскольку компьютеры работают с огромными скоростями, это триллионы операций в секунду. Человек этого делать не умеет. Кроме того, появились и решения принимают автоматические системы. Мы можем оказаться в ситуации, когда решение принято, а мы не успели это отследить. То есть счет идет на единицы, в которых мы не живем. А именно наносекунды, нанометры. Это вот все размерности поменялись. То есть мы оказались, я собственно к чему клоню, в другом типе цивилизации. И это уже произошло. Это не вопрос будущего гипотетического. Это случилось. Вот как мы сможем с этим справиться? Я имею в виду даже не банальные вещи, которые и так всем известны, типа неврозов, стрессов. Но это очевидно. А вот сможем ли мы в этом вообще другом мире жить? Мы готовы к этому? Я не уверена. Татьяна Владимировна, вы в одной из ваших работ, я прочел, вы меня поправитесь, конечно. Что мозг принимает решение за 30 приблизительно секунд до того, как мы начинаем осмысливать то, что происходит с нами. Но если мы живем в ситуации, когда кто-то за... Потому что вы сами пишете, что неизвестно, кто мы. Что мозг... Когда мы говорим мой мозг, мы делаем ошибку определенную. Значит, мы привыкли к тому, что кто-то принимает решение раньше, чем мы начинаем осмысливать ситуацию. Понимаете, да? И это то, в чем живет биологическая система. Это да. Но все-таки речь идет о относительно простых задачах, где вот эти вот секунды начинают мелькать. Когда речь идет о том, я не знаю, начинать войну или нет, открывать какое-то дело, скажем, в Сбербанке или нет, то это решают люди на основании той информации, которая у них есть. И на это, разумеется, идут не секунды. Но это не отменяет всего того, что вот мы все уже сказали, что это другой мир, и в нем надо как-то себя разместить. С этим надо что-то делать. Я думаю, что всех, включая детей, нужно просто этому учить. Ну, таков факт. Ну, хорошо. Вот, Герман Иванович, мы с ним перед программой как раз говорили о школе, которой вы занимаетесь, которую вы создали. А вы учите детей применяться к этому новому миру? Или это что-то... Или этому невозможно научить вообще? Ну, знаете, нельзя отдать больше, чем ты умеешь. Поэтому нельзя научить детей тому, чему мы сами не научены. И это, может быть, самый главный вызов современного образования. Мы понимаем, что детей нужно учить принципиально иначе. И сегодня нет окончательно какой-то принятой модели в мире. Это хорошая новость, когда я говорю в мире, хорошая новость для нашей страны, которая бы отвечала на все поставленные вопросы. Очевидно, что нам нужно учить детей уже не той школе, которая была сформирована в 19 веке. Это школа знаний. Сегодня знания являются общедоступными, и на это нужно потратить секунды. Детей нужно учить навыкам. Навыкам принятия решения, самое главное, в условиях неопределенности. И вот это очень большой вызов. И то, что мы называем сегодня навыками 21 века, вообще не преподается в школах. И мы условно у себя в компании делим все навыки, которыми должен обладать сегодня современный человек, на три части. То, что мы называем hard skills или профессиональные навыки. Все, что называется soft skills, это навыки 21 века, это креативность, это коллаборативность, это критическое мышление, когнитивная гибкость и так далее. Вот этому всему не учат в школах, не учат в университетах. И третье, то, что мы называем digital skills, то, с чего мы начали разговор, этому тоже сегодня не учат в школах. Потому что основы программирования, которые были сформулированы в начале текущего века, программы, они уже абсолютно не соответствуют тем требованиям, которые сегодня предъявляются к выпускникам школы. Я уже не говорю про выпускников вузов. Ну тогда что делать, Марат? Да, извините. Тогда что? Пожалуйста. Я просто хотел, если можно, подхватить вот тему про образование, поскольку тоже, так сказать, из преподавательской среды. Я совершенно согласен с тем, что нужно учить прежде всего принимать решения в условиях неопределенности, нестандартные какие-то ситуации, готовить ребенка, студента к нестандартным ситуациям. Но две оговорки хотел бы сделать. Вот мне очень запомнился один случай. На лекции я начал, вспомнил какое-то стихотворение Пушкина и попросил студентов продолжить. Ну, так себе пример. Мне ответ очень понравился. Только с нами не делайте этот опыт, ладно? Нет, 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 один смысл в ответе. Мы не хотим попасть неловко учитываться. Пока они думали, один, первый ответ был такой. Мальчик поднял телефон и сказал, нет интернета. Я сказал, что вот вам выключили интернет, и вы беспомощны. Это первое насчет знаний. И второй момент, он тоже связан с тем, что один студент, не буду говорить сразу, из какого вуза, чтобы никого не обижать, второго курса, сказал мне на днях, что население России 7 миллионов человек. Вот какими бы навыками принятия решений он не обладал, он нормального решения принять не может. У него нет мировоззренческой базы. Он когда ушел, со мной стоял коллега, он стал говорить, вы знаете, вот политические взгляды современной молодежи. Я говорю, коллега, какие политические взгляды? У человека, который считает, что у нас 7 миллионов человек в России, не может быть политических взглядов. Это очень важные, две очень важные оговорки. Ну, у меня к Марату вопрос. Вот Германовский сказал о том, что раньше меняли, так сказать, переподготовка ушла раз в три года, теперь нужно заниматься переподготовкой три раза в год. Но если этот процесс так ускоряется, вообще как учить? Мы точно в школе для себя определились, что модель традиционной высшего образования, если не говорить про школу высшую, она точно радикально должна поменяться. Потому что вариант, когда вы сначала отучились 11-12 лет в школе и потом 5-7 лет в институте, и как бы накопили достаточный объем знаний для того, чтобы делать работу в следующие 30-40-50 лет профессиональной деятельности. Сейчас, с одной стороны, жизнь удлинилась, и профессиональная деятельность должна уже, надо рассчитывать на, возможно, 50 и больше лет, а с другой стороны, требования меняются настолько быстро, что сама экипировка не имеет смысла в том традиционном варианте. То есть это даже не история о том, что и переподготовка в традиционном варианте тоже не совсем то. Потому что надо скорее готовить или оснащать человека вот этими адаптационными навыками. Надо его ставить в ситуацию, где он привыкает постоянно адаптироваться, если что-то и можно сделать. И в этом смысле при осмыслении не только содержания программ, но и некого дизайна, конструкции, что мы пытаемся предложить. Мы не знаем, чему его учить, не успеем никогда уже, наверное, за самым последним словом, чему надо выучиться. Вот здесь сидящие, я думаю, что, наверное, и стоящие, практически все раза два с половиной-три уже поменяли содержание своей работы, вот как бы карьерную составляющую. Это означает, что несколько раз пришлось радикально поменяться. И может быть, и вряд ли кого-то учили этому в институте. Честно вам скажу, когда мы познакомились с Германом Оскачем, я не думаю, что и он не мог себе представить, и я не мог себе представить, какой путь мы пройдем за очень короткое время. А то, что он станет председателем и президентом Сбербанка, я думаю, что даже ты не мог себе представить и там 10 лет тому назад. Это вообще что-то невероятное. Время действительно все время предлагает новые вызовы. Но у меня к Татьяне Владимировне вопрос одет. Вы сказали, что в сегодняшнем мире как бы мы, каждая индивидуальность, это память, да? Вот сегодня ко мне приходят школьники из школы, в ВУЗ, в МГУ, и я должен им рассказывать все про советскую власть. Вот для того, чтобы объяснить, как сегодня строится там культурная политика, как она изменилась, что изменилось в законодательстве, что изменилось в отношении власти, я им должен сначала вообще все рассказать про то, что бы они должны были знать от своих родителей. Но я не знаю, и это все исчезает куда-то. И если мы говорим о цифровой экономике, мы как-то тоже ведь исчезнем, я боюсь. Мне кажется, что это антропологический вызов, потому что мы должны понять, какое вообще наше место на планете все еще остается. Потому что это совершенно ясно, что огромное количество людей выйдет из сферы не только промышленности, но из многих сфер. Даже говорят о том, что в образовании останутся чуть ли за исключением элитарных мест, чуть ли не только дистанционные курсы и так далее. То есть это покрывает большую часть пространства, где люди работают. Встает несколько вопросов в связи с этим. Вопрос первый, что будут делать эти освободившиеся люди. И на эту тему появился термин, который звучит так. Наступает цивилизация праздности. Это очень опасная история. Потому что государства, которые смогут это делать, они будут платить деньги освободившимся людям, чтобы те, так сказать, живые остались. А что они все-таки будут делать? Когда мне на такие вопросы говорят, что они будут играть на лютние и писать стихи, я верю с трудом. Поэтому это серьезный антропологический вызов. И мой еще один комментарий к тому, о чем сейчас был разговор. Человек должен понимать, зачем он должен получать это образование. Какая его цель? Вот раньше было ясно, я в водители пошел, пусть меня научат. Я хочу быть врачом, я хочу быть музыкантом, я хочу быть учителем. Кем я хочу быть? Может быть, вообще вопрос не так стоит. Не кем я хочу быть, а я должен набрать некоторый багаж. И тогда встает вопрос о мировоззрении очень серьезно. И встает вопрос о том, что говорил Сергей Петрович Капица, что образование знаний должно смениться образованием понимания. И третье, что я бы поддержала, то, что вы говорите, вероятно, имеет смысл учить навыкам, но в более широком смысле. Как держать свою память, как справляться со стрессами, как управлять своим вниманием, как искать информацию, как верить этой информации. Откуда я получаю знания о том, что на этом сайте правда, а на этом сайте то, что теперь говорят, фейк. Это серьезные вещи. Мы сталкиваемся с этим в университетах постоянно, они говорят, а мы это в интернете нашли. Боже милости, в интернете можно найти все, что хочешь, только это помойка. Ну, извините, вот тогда, Кирилл Петрович, у меня вопрос. Тогда психологи становятся как раз, наоборот, востребованными, потому что людей надо будет адаптировать к цифровой реальности, к той реальности, к которой они не будут справляться, если угодно. Ну, уже сейчас востребованы, я знаю, с Германа Оскаричем наш уважаемый профессор Асангриевич Асмолов большое время проводит. И в этом смысле психологи действительно уже сейчас реально могут в этом проучаствовать и участвовать. Ну, хотелось бы обратить внимание тут на несколько моментов. Первый момент – это межпоколенный разрыв. Вот проблема отцов и детей, она была всегда. А вот они такие, а вот они сякие, а вот они там не знают про индустриализацию, они не помнят, кто такой Наполеон, не отличают Рузвельта от других президентов Соединенных Штатов и так далее. Поэтому здесь, когда мы говорим об образовании, то вот этот разрыв между цифровым поколением, который там уже букв не хватает, там X, Y, Z закончилось, дальше буквы завершились. Либо вверх идти, либо новые придумки. И наше аналоговое поколение во многом, которое сейчас идет, и вот этот разрыв между поколением аналоговым и цифровым, он, конечно, нуждается в психологическом сопровождении. Потому что в каждом поколении закладывается, опять же, то, что Татьяна Владимировна говорит, система ценностей. То есть вот эта аксиология, этот базис, а вот для чего, ради чего и что является, собственно, для меня вот этой картинкой идеального, к которой я иду. В нашем понимании это вот одна система ценностей, одна там матрица, культурный код, как можно его называть и так далее. С другой стороны, мы говорим про цифровое поколение, про цифровую социализацию. Все равно дети растут, все равно они становятся через какое-то время взрослыми. И та система ценностей, которая задается им, она будет отличаться от этой. Почему? Потому что сама социализация стала цифровой. Если больше родитель, там улица, во дворе и так далее принимали участие в механизмах социализации, то сейчас, не сходя с одного места, буквально в смысле слова, нажимая просто одну кнопочку, либо пользуясь минимальным количеством движений, я попадаю в разные миры. В первую очередь, цифровой мир, который, конечно, содержит и цифровую экономику, и все остальное. Но самое главное, та система ценностей, которая раньше передавалась от родителей, она сейчас чаще передается через ту среду, в которой я нахожусь. И тут к образованию возникает самый большой проблемный вопрос. А вот в каком виде будет существовать и нужна ли вообще классно-поурочная система? Если я сейчас прихожу в школу, и вот мы же говорим, там, да, интернет отключили, я уже не могу ответить на вопрос. То есть роль учителя сейчас какова? Это вот в той модели, которая классическая была, учитель — это свет в окошке, 2 плюс 2 — 4. Почему компас с синей стрелкой показывает в сторону Северного полюса? И мы вот это... Сейчас вот доступ к этим знаниям, он широк. Поэтому меняется сам статус учителя. Он перестает быть источником вот этого знания, единственным, уникальным и самым авторитетным. Он становится скорее мотиватором и навигатором. Мы говорим, почему у нас так вот академические успехи, там, ПИЗа, прочие, можно там международные вот эти системы сравнивать. Но во всем мире наблюдается снижение интереса школьников к обучению, вот к традиционным формам обучения. И вчера вот Дмитрий Анатольевич проводил как раз совещание по дополнительному образованию. На передний план выходит программа доп. образования. Вот та же традиционная школа, ну вот мы знаем, как там и к чему мы готовимся. В конце главное получить необходимый набор ЕГЭ, потом с ним прийти в МГУ, сдать дополнительные вступительные испытания, и ты, может быть, станешь студентом. Но одновременно сейчас про профориентацию, про которую говорили, или профессиональный рост, становление чего. Когда этот набор ЕГЭ позволяет мне одновременно подать документы на биологический факультет, ну, наверное, близко к психологам, там, зоопсихология, все хорошо. Второе, я могу подать на факультет фундаментальной медицины. Наверное, тоже клиническая психология где-то рядом. Но когда я одновременно с психфаком подаю этот набор документов и на факультет почвоведения, при всем уважении к этому направлению деятельности и к наукам и так далее, то вопрос вот этого профессионального самоопределения, он уже не так просто решается, как раньше. Поэтому вопрос заключается действительно в том, какие навыки, какой набор, какой чемоданчик я должен вот этот иметь по окончании школы, чтобы дальше либо не ошибиться, либо я должен другому научиться, кроме получения тех знаний, потому что софт на плохой хард не повесишь, может быть прекрасное программное обеспечение, но если нет базовых знаний, про которые говорили, то тогда, чтобы уже завершить, прошу прощения, что так долго, возникает вопрос научить учиться. То есть не учить знаниям, а учить технологиям обучения, технологиям самообразования, технологиям распознавания истинного знания и ложного. Потому что вот этого навыка интернет-гигиены и вот этих цифровых компетенций, это то, чего сейчас и не достает этому школьнику. Спасибо. Юрий Петрович, то Герман Сергеевич, во всем виноват интернет, понятно? Я единственный, кто, наверное, за все отвечает. Вот здесь все вроде как-то непричастны. Я бы единственное, что хотел сказать, что, на мой взгляд, парадоксально, ничего необычного не происходит. Человечество пережило радио, пережило телевидение, ну, переживет, наверное, и быстроту принятия решения. В конце концов, наверное, мы самые адаптивные. И я тут согласен, вот я перед эфиром, да, то есть просто появилась дополнительная ценность. Цифровая экономика, на мой взгляд, все гораздо проще, да, появилась просто дополнительная ценность, виртуальная ценность. Мы стали ее оценивать в деньгах. Мы ее и раньше оценивали, знания юристов, знания, там, ну, какие-то художественные, балет ходили, платили. Теперь появились какие-то знания, вот в головах у людей формируются ценности, за что они готовы платить. В игрушках за мячи, еще что-то, но это дополнительно, это действительно стало элементом экономики. Вот Германов, короче, когда совсем добьет Сбербанк, он станет полностью виртуальным, он будет стоить именно потому, что он виртуальный банк, который несет на себе какой-то бренд, да. И здесь, мне кажется, нет смысла, я просто вот как-то неудивительно, вот я не слышу, не вижу ничего страшного. Конечно, то, что человек не знает, студент, сколько население страны, это, конечно, грустная история, но мы же и ушли, мы уходим, человечество вообще уходит от точных знаний. Мы не знаем, как устроена ядерная бомба, ну, может быть, я-то знаю, я учился, но гуманитарии не знают, да. Мы не знаем, как выглядит теорема по Анкаре, как ее доказывали, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что катастрофы так как таковой нет. Мы живем, мы точно такие же, вы знаете, я читаю лекции студентам иногда, да, то есть, ну, по ряду причин, не преподаю уж совсем-то как. А они такие же, знаете, вот есть такая шаблонная, вот наиболее шаблонно к этому подходит, известная фраза, что москвичи те же, только их испортил квартирный вопрос. Да, да, дети сидят в смартфонах, но, вы знаете, все вроде остальное идет как по-прежнему. Они размножаются, они любят, они скандалят, ничего здесь катастрофы. Спасибо, Герман Сергеевич, у меня вопрос Герман Оскачева в связи с этим. А вот ваши дети в школе, они такие же? Вот такие же, как были мы, или вот по-вашему? И к чему вы их готовите? Вот к чему вы их готовите на выходе? К поступлению в ВУЗ, к жизни, не знаю, к чему? Ну, не хочется спорить, но первое, конечно, они абсолютно другие. Они не просто другие, они абсолютно другие. И Татьяна Владимировна дважды повторила фразу, которая, на мой взгляд, является фундаментальной, что перед нами стоит антропологическая проблема. Проблема масштаба, связанная с зарождением жизни на Земле. Вот я эту проблему оцениваю ровно так же. Я не считаю, что хорошая история – это пробовать очень сложные проблемы решить простыми методами. Есть известный ученый по фемии Ленинштейн, который сказал на эту тему очень важную фразу, и я не буду ее повторять, чтобы не вызывать лишний спор здесь. Вы живите, почему не живите? Я думаю, что, может быть, многие ее помнят. Так вот, если мы признаем, что это проблема антропологического или цивилизационного характера, то это не означает, что нужно испугаться, куда-то забиться в угол и так далее. Просто нужно осознать значимость этой проблемы. И нужно сказать, я абсолютно согласен с Германом Сергеевичем, что мы найдем решение этой проблемы. Просто ее надо признать. И это первая задачка. Второе. Слушайте, в философии есть известная триада. Это знак, значение, смысл. Вот вы начали с цитат из интернета каких-то и так далее, и так далее. У нас все апеллируют знаками. Теперь эти знаки называются мемами. Наш мозг оперирует так. Мы, когда обучаем модели, я, кстати, начал заниматься всерьез пониманием того, как работает наш мозг, когда мы начали работать с нейронными сетями. То есть у нас есть участок мозга, который распознает палочки такие, палочки такие, палочки такие, и он распознает значение потом. Он придумывает за нас значение, что бы это могло быть. Вот, к сожалению, признак сегодняшнего века заключается в том, что мы до смыслов не доходим вообще. У нас среднее нахождение на сайте, в интернете три минуты, длина средней мысли три секунды. Мозг работает с очень большой скоростью. И мы, увидев какие-то признаки, не задумываемся над тем, какой смысл эти признаки могут формировать. Иногда он ровно диаметрально противоположный от того, на что он похож. В математической логике есть такое понятие поспешное обобщение. Мозг очень часто попадает, и мы попадаем в ментальные ловушки, когда мы присваиваем им мем и начинаем двигаться дальше. Но этот мем не имеет ничего общего с тем смыслом и с тем значением, которые при более глубоком проникновении в суть этой вещи мы можем сделать. Так вот, наша задача сейчас детей вытащить из этого состояния. Они, хотим мы или не хотим, они живут в этом виртуальном мире, и они живут в мире мемов. Вытащить из этого состояния и научить их думать, научить их задумываться о смыслах. Вот, на мой взгляд, это сегодня самый большой вызов, который стоит перед нами, как обществом и перед системой образования. Ну, такая же проблема ведь существовала всегда. Сейчас вы говорите, что люди живут в мире мемов, люди живут в мире мифов. И эти мифы создавались тоже как знаки определенной. И поиск смыслов уступал место просто некому обобщенному такому представлению. Знаете, была небольшая разница. Я вот, я когда, я помню себя во время учебы в Петербургском университете, я просиживал по 10-11 часов в публичной библиотеке в Салтыковке. Прямо напротив Салтыковки был дом книги. Покупал книги я там. Как только были хорошие книги, там были очереди. Я мог полчаса, час стоять в очереди, ждать этой очереди и размышлять на какую-то тему. Я приходил в библиотеку и 10 часов сидел и занимался, в общем, честно сказать, не только специальностью. Я читал все, что мне попадалось под руки, потому что меня интересовало огромное количество тем. У меня было время думать. Можете себе представить, что сегодня кто-то стоит в очереди и не сидит в этом самом мобильном телефоне, считывая эти самые мемы? Абсолютно другая ситуация. Мы должны это воспринять. Если вы пытаетесь пробросить мостик в прошлое, Михаил Ефимович, старательно заретушировав сегодняшнюю проблему, на мой взгляд, это как раз та самая ментальная ошибка, которую все мы совершаем. Мы пытаемся мыслить линейно. Ситуация уже другая. Знаете, самые серьезные философские разговоры были в очередях за, прошу прощения, крепким алкоголем во время Горбачевской реформы продажи спиртных напитков. Какие были разговоры? Какие были люди в этих очередях? Датьяна Владимировна. Я, знаете что, я хотела бы заступиться за нашу аналоговую цивилизацию. Когда мы посмотрим на историю земли нашей, уже в культурное ее время, то мы увидим, что все шедевры в любой области сделаны не с помощью сложения двоек, троек, пятерок и семерок. Я, во-первых, полностью согласна, парадоксальным образом полностью согласна с тем, что Герман Оскарович сказал. Абсолютно подписываюсь под каждым словом. Вопрос в том, как сделать, чтобы люди, которые уже в цифровую эпоху родились, есть же даже термин Google Generation, ну просто вот они уже родились. Как сделать так, чтобы им почему-то хотелось думать, почему-то, это, кстати, не так тривиально, как кажется на первый взгляд, почему-то захотелось остановиться, почему-то долго читать. Не курсы скоростного чтения, а курсы сверхмедленного чтения. И еще я сказала бы вот что, это по поводу учителей и их роли. А как насчет того, опять-таки, на чем вся наша цивилизация стоит, а именно мастер и ученик? Это ведь делается на нюх, на вкус, делай как я. Это не поддается никакой цифровой истории. Почему мы по-прежнему ходим в театр на выставки, читаем старые книги? Ведь не для красоты же, не для того, чтобы просто галочку поставить, что культурный человек должен ходить в театр. Ведь не об этом разговор. Это совсем другая история. То есть, если мы хотим остаться людьми, мы не должны забывать, что наш мозг не только цифровой. Большая часть нашего мозга, не будем говорить там половина, не половина, она аналоговая. И она не ложится на эти циферки. И это вот я повторяю. Поэтому я думаю, что учитель в серьезном смысле не тот, который объясняет вещи, кои могут быть вынуты из интернета путем слов «Окей, гугл». Мы не про это. А вот серьезные вещи. Это требует участия человека настоящего, не цифрового. Просто продолжение обмена мнениями. Мне кажется, тут вообще нет спора насчет того, другие или такие же. Ну, конечно, они такие же. У них два уха, два глаза, один нос. В каком-то смысле человечество в принципе не меняется. И в этом плане, да, всегда была проблема отцов и детей. Но вопрос скоростей, хронотоп другой. Еще Вышеславцев писал в одной из своих работ, что если Сократа поместить, мысленный эксперимент, давайте поместим в XIX век, а потом в XX. Это психологические травмы в каждом случае. Поэтому, конечно, оставаясь представителями рода человеческого, они принципиально в другой среде живут, и они принципиально другие. Второй момент насчет того, чему учить. Вот у меня, помимо прочих предметов, есть мастер-класс журналиста. Вот возвращаясь к тому, о чем Татьяна Владимировна сказала, как отделять информацию подлинную от фейковой. Ведь смотрите, принципиально профессия, я не знаю, сохранилась еще профессия, не сохранилась, да не обидится на меня, коллеги. Но вот журналист обязан проверять факты, нас учили, да, из трех источников минимум. Сегодня никто этого не делает. Совершенно никто. Ни в каких, качественные издания, некачественные. Сегодня вопрос скорости. Недавно с одним главным редактором беседовал. Он говорит, все просто. У меня хозяева СМИ требуют одного. Рейтинг, посещаемость. Все. У меня любимый пример, Герман Оскаревич. Читаю заголовок. Герман Греф под видом инвалида пытался получить кредит в Сбербанке. Думаю, ничего себе, операция «Андеркавер». Значит, загримированный Герман Оскаревич, въезжай. Читаю дальше статью. Нормальная статья. Герман Оскаревич решил проверить, приспособлены ли офисы Сбербанка. Надел специальный костюм в сопровождении своих сотрудников. Приехал. Все понимали, что это Герман Греф. Но дальше выяснял. Но заголовок-то нас отправляет к совершенно другому семантическому полю. И вот с этого я начинаю сегодня занятия с журналистами. И еще один пример я им всегда даю. Читаю маленький отрывочек текста и спрашиваю их, что в этом тексте необычного. Вот к нашей теме. Ну, они начинают гадать. Там такой tricky question. И я потом выслушиваю несколько ответов и говорю, нет, вы все неправы, потому что в этом тексте необычно только одно. Его писал не человек. Это текст, написанный компьютером. Вот если вы не будете дальше заниматься там та-та-та, вы никому не будете нужны, потому что вот такие тексты уже способны писать компьютеры. Михаил Маратович. У меня буквально маленький комментарий про поколение. Марат Михайлович, извините. Нормально. Тоже подойдет. Поколение, если неплохое было исследование международное о ценностях, вот последнее, как меняются ценности у поколения XYZ. И там интересный вывод, что как минимум в развитых странах обратная ситуация снижается, конфликт поколений в этом последнем поколении. В России, кстати, было похожее исследование. По-моему, Сбербанк, если не ошибаюсь, заказывал. Что снижается конфликт поколений, в том числе потому, что родители не знают, что говорить. То есть настолько большая разница, что если раньше я считал, что ты должен быть, мой сын должен быть такой, как я, то сейчас большинство родителей не понимают, как им навязывать какое-то поведение своему ребенку, когда основная позиция, мир так сильно поменялся. Это вот такая интересная история, что конфликт поколений ниже, потому что поколения настолько разные. А насколько он в этом смысле поменялся? Действительно, насколько мы не понимаем наших, ну, внуков, скажем? Я думаю, что очень сильно не понимаем. Вот, кстати, о студентах. Вот я смотрю, самые сильные из студентов, которые у нас учатся, они прошли там мощный отбор и так далее. У меня, пусть никто не обидится, но у меня иногда сомнения в том, люди ли они. Они блестяще интеллектуальные, они перерабатывают огромное количество информации, они тщеславные, поэтому они быстро двигаются. Но я что-то не вижу, что кто-нибудь бы загулял, прогулял, влюбился. Я не вижу человеческих чек. Я абсолютно серьезно говорю. Ну, вы не с тем поколением имеете дело, вы к нам, пожалуйста. Нет, нет, ну, вот с нами-то все в порядке. А у меня такое впечатление, понимаете, что они просто потрясающе изящная программа, в которую вложено, как себя нужно вести, что носят, что читают, что одевают. То есть как бы все там хорошо, кроме того, что вроде не люди они. Поэтому я вот объясняю, например, такую вещь. Мне даже самой надоел этот пример, но я его приведу. Вот если здесь будет лежать том Шекспира, то этот том является томом Шекспира только в том случае, если есть тот, кто может его читать. Если такого существа нету, кроме сканера, я имею в виду, вот личность, если отсутствует, то тогда это не том Шекспира, а физический объект. И вот хотелось бы, чтобы вот это следующее поколение, оно каким-то образом унюхало, что в театр мы не ходим для другого, мы туда идем. Мы, вот, кстати, насчет ушей, два уха, два глаза, две руки, две ноги, но другая нейронная сеть. Они очень рано начинают заниматься вещами, которыми мы не занимались вообще, пока не стали взрослыми. У них с огромной скоростью образуются нейронные связи. Они выдержат это. И еще я одну вижу опасность. Мы никуда не уйдем, и это уже близко. Вот если бы здесь сидел еще один специалист, ну, к примеру, Александр Яковлевич Каплан, вот, то он бы сказал, чипы вставить в голову можно, которые увеличат скорость, которые увеличат память, разного рода память. Кроме того, компьютер не устает, он не нервничает. Там много разного. А теперь представьте, вас поменяли коленки, поменяли тазобедренный сустав, поменяли печень, поменяли сердце, поменяли глаза на компьютерные, чтобы лучше видели, уши, и еще вставили чипы, которые сделали вас существенно более в выгодном положении, так сказать, чем все остальные. Теперь мой вопрос алармистский. Вы все еще человек? Вы все еще та же личность? Я думаю, что за этим стоят, в том числе, и юридические вопросы. Потому что Маша Н до чипа, и Маша Н после чипа, это все еще та же Маша Н. И как она будет оцениваться, например, какие тесты она должна проходить? То есть это, я вижу, очень большие проблемы. Но мы от них все равно никуда и не уйдем. Это произойдет и очень быстро. Но в связи с этим, вот еще одно обращение к тому выступлению. Вы меня скоро возненавидите, меня Герман Иосифович, но я к нему вернусь еще раз. Вы вспоминали Михаила Косинского, говорили о том, что он был одним из таких идеологов создания цифровых аватаров, таких, которые со временем могут становиться некими более интересными феноменами, чем, собственно, биологический человек. Вот действительно ли это так? Насколько цифровое отражение может реально вытеснить? Вот вы говорили о замене органов искусственными, но есть еще и наше такое второе я, которое появляется в цифровом мире. Насколько оно действительно может вытеснить нас биологических? Ну, вытеснить, наверное, может быть, не очень такой термин адекватный здесь. Насколько оно может нас заменить в каких-то ситуациях? Может. И уже заменяет. А может ли оно нас обессмертить? Ну, в общем, если говорить о цифровой копии, то сейчас с учетом того, что возможности хранения информации, в том числе и на биологических носителях, над которыми сейчас работают, являются, в общем, близкими к безграничным, поэтому вашу цифровую копию, Михаил Федорович, можно будет хранить вечно. Но вопрос как раз, может быть, не в этом. То, о чем сказала Татьяна Владимировна, очень важно. Наши цифровые копии или наши цифровые двойники существуют уже. И если мы с вами предпочитаем общение все-таки личное, и как раз мы еще и ценим вот то самое, что пока люди не научились передавать через электрические сигналы или радиоволны, то новое поколение, оно предпочитает общению живому, вот такое общение с цифровыми копиями. Поэтому они и не выпивают. Они сидят в ресторане у каждого смартфона, и они через него общаются друг с другом. Здесь, опять, здесь нет ничего страшного, просто это факт. Можно говорить, что это страшно, можно говорить, что не страшно, это факт. И с этим фактом нам нужно иметь дело. Дети постепенно теряют. Один из важнейших навыков человека – навык общения и координации действий. Навык коллаборации. Мы единственное, чем отличаемся, как известно теперь, очень известный автор сейчас написал, от обезьян. Мы проиграем персональные обезьяне в физических качествах практически во всем. Обезьяны не могут так коллаборироваться, как люди. Так вот, дети, если вы мне не понравились, я делаю делит, и начинаю общаться с Татьяной Владимировной. Потом я могу вдруг переключиться на Германа Сергеевича. Вот это ошибка будет. Это большой вызов на самом деле. Поэтому по цифровым копиям во многом будут судить о нас. Насколько это адекватно? Большой вопрос. Сегодня с достаточно высокой точностью уже можно определить очень многое о нас по этим самым цифровым копиям. Но нельзя отрицать, что это в том числе проблема, с которой нам предстоит работать. Нам нужно детей из этого цифрового мира все-таки вытаскивать и помещать в реальный мир. И учить тем самым навыкам, которые, может быть, сегодня немножко устарелые или аналоговые, но без них поддержание вот этого свойства человеческого общества невозможно. Ну, ты объясните мне тогда одну вещь, Герман Сергеевич. Вот простая, вроде бы, вещь. Этот реальный мир с приходом цифровой экономики, с приходом нового цифрового уклада каким он будет. Он будет по-прежнему тем, как и был в 18-м, в 17-м, в 10-м веке. Или он будет каким-то другим? Ну, мне кажется, что... Нам кажется, что, когда мы сейчас здесь сидим, нам кажется, что все изменяется быстро и хорошо. Но, тем не менее, спортивные площадки... Можно на Герман Оскаре сегодня все топчутся чуть-чуть, да? Вот он хочет детей достать, привезти, чему-то научить. Это очень благое качество. Это мем. Такой же мем, как много безработных, о котором вы говорили. Конечно же, не будет ни того, ни другого. Я, Герман Оскареевич, к вам же вернусь. Где-то год назад был совещание в Центральном банке. Там рассматривались дорожные карты, которые готовились какое-то время. И каждое выступление начиналось со слов. Ну, немножечко пунктик устарел. На самом деле, самый важный вопрос – это не вытащить детей к нам, я вас уверяю, да? А нам прийти к ним. Потому что они развиваются гораздо быстрее. Вот я бы сейчас, вот если бы не наше цивильное эфир, а были бы там сейчас, как вот на первых каналах, вот когда Герман Оскареевич сказал, что дети там теряют коллаборацию, еще что-то, я просто встал бы там сейчас, палкой бы стал слушать. Простите, дети... Не, не, ну как-то мы же на голосах, мы же интеллигентные виды, культурные. Дети сейчас, да, в играх, да, но они создают свои команды. Я наблюдаю, как они взаимодействуют. Да, на самом деле, у них гигантский расширился. Раньше они были зависимы и выбирали себе друзей со своего двора. И жили в нем. Я там вырос на Автозаводской, но то, что я не стал уголовником, просто повезло, да. Сейчас у всех детей есть прекрасный шанс найти себе там по генотипу, по привычкам. Но они выстраивают свои отношения с 7-8 лет. Нам кажется, что это игры и танчики. Они изучают... У меня ребенок начал переписать маме в смартфоне. Вот когда вот учат ручечкой, да, вот они корявенько, корявенько, наверное. Вот даже мне говорили, что вот я попал, кстати, на очень интересный момент, когда перо менялось на шарик, да. И учителя спорили, да. Учителя спорили. Вот примерно такой же спор. Катастрофа. Ручки не будут так писать. Сейчас дети на смартфончике, вот она мне переписывалась, она писать не умела, переписывалась, папа, привет, ты где, да. То есть они уже там, да. И время на вытаскивание, через 3 года они уже придут и начнут нас менять, через 4. Это мы должны к ним идти. Это я просто в качестве... Ну вот в защиту Герману Оске, хочу сказать одну вещь. Его не надо защищать. Меня прекрасно. Вы все за него, я тут один чувствую себя. Нет, нет. Меня в Монреале привели в какой-то очень продвинутый центр цифровой, диджитальный. Надели мне на голову некий такой шлем, и я куда-то улетел. Ну просто улетел. Причем я летал по каким-то... Потом мне объяснили, что это коллекция фотографий какой-то старой актрисы канадской. Я вот там летал, там общался. Ну это абсолютный был, да? И вот этот такой целый центр, в котором это все происходило. И потом они говорят, ну пойдем теперь к нам в кафе. Мы поднялись к ним в кафе, я чувствую запах хлеба. Ну такого крестьянского, настоящего, испеченного хлеба. Я говорю, что вы делаете? А мы здесь печем хлеб специально для того, чтобы люди, когда они улетели, чтобы они вернулись в реальность. Вот в связи с этим, насколько эта реальность все-таки возможна в сохранении человеческих отношений. По-вашему, я хотел бы ко всем здесь обратиться. Герман, к тебе, к вам, прежде всего, Герман Ильич. Ну, я хотел бы сказать, что спора нет. Я с Германом Сергеевичем согласен, потому что движение должно быть навстречу друг другу. Какие-то скиллы мы им можем передать, какие-то навыки мы им можем передать и должны передать. И если мы хотим быть с ними, мы должны идти за ними в этот самый цифровой мир. И это всегда движение навстречу. Но, вы знаете, сегодня есть такая, на Западе есть такая профессия, называется hospitality, или гостеприимство, в переводе с русского языка. Вот там появилось абсолютно новое теперь направление, называется направление цифрового детокса. это как раз гостиницы, где полностью отсутствуют какие-либо признаки Wi-Fi и так далее, и так далее. Там хорошие устройства, туда нельзя приезжать со своими девайсами. И вот людей приводят в их, что называется, первоначальное состояние, чтобы они могли различать запах хлеба. Потому что, если ты все время в сети и питаешься гамбургами, то ты просто можешь проскочить мимо этого самого запаха хлеба. Поэтому это, на мой взгляд, еще раз, это не хорошо, не плохо, это факт. И над этим надо думать, и с этим надо работать. Как людей, как детей сохранять с этими базовыми человеческими инстинктами и навыками. И в этот самый очень быстрый цифровой век не потерять способность самостоятельного осмысления проблем и осознанного принятия решения. Есть такое понятие, опять по-английски называется mindfulness. Это в переводе на русский язык наверное осознанность. Вот вопрос, сколько времени в сутки мы проводим осознанно. Потому что, когда мы находимся внутри нашего девайса, это не про осознанность, это про что-то другое. И вот это наша задача наверное как раз научить себя и научить наших детей с одной стороны находиться на передовом рубеже самых последних технологий и не потерять вот эту осознанность, благодаря которой мы можем назвать себя людьми и нашу жизнь жизнью. Спасибо большое. А вот Владимир Иванович, а каков взгляд церкви на это? Я задам вопрос странный, но тем не менее не важный. Потому что это действительно ведь одна из функций сохранить человеческое в человеке. Это одна из функций все-таки. Мне кажется не странный, это очень правильный вопрос. Но мы всерьез над этим думаем и богословы занимаются, потому что нет никаких готовых богословских ответов. Даже в русской религиозно-философской традиции тема техники, технологических изменений она большого места не занимала, если посмотреть начало 20 века. Поэтому у нас очень мало каких-то готовых ответов, тем более, что все очень сильно изменилось. Но это тема на повестке дня. И, кстати, сказать, патриарх, когда выступал перед депутатами Думы в январе, он говорил, правда, не сколько об антропологических, но в первую очередь о социальных последствиях роботизации. Он, по-моему, был первым из общественных деятелей, кто вот эту тему поднял на таком уровне. А что касается того, что мы сейчас обсуждаем, я вот что думаю. Мне кажется, что есть ситуации, когда мы должны идти к детям. И, конечно, коль скоро они сидят в социальных сетях, то мы должны сказать, опознайте нас, мы тоже здесь с вами. Но мы обязательно должны их вытаскивать. И здесь нет этой дороги с двусторонним движением, есть просто разные ситуации и ситуации. Главное не ошибиться, в каком случае что нужно делать. Татьяна Владимировна поставила самый серьезный вопрос. А кто такое человек или что такое человек? Потому что вот это вопрос, к которому мы безусловно подходим. Потому что если мы не очень удачный биологический тип, который нужно подправить с помощью смены сустава, печени, мозга, и не знаю, там совесть можно поменять или нет, тогда это одна история. Я вот, например, в рамках эволюционной материалистической парадигмы не вижу, например, альтернативы такому идеологическому явлению, как трансгуманизм. Мы сегодня о нем не говорили, но оно есть. Я вот не понимаю, как в нерелигиозном сознании ответить на это. И очень, на мой взгляд, непростое, я бы даже сказал, опасное такое явление современности. Поэтому здесь есть над чем думать. Конечно, спокойно, но нельзя сказать, что вот нет никаких проблем, и мы можем просто... Ну, вы знаете, я вот другой вопрос, другой приведу пример просто. Есть один из моих любимых итальянских писателей, Прима Леви, который написал книгу, вы сказали, что Татьяна Владимировна поставила вопрос, что такое человек, он писал книгу. И этот человек с вопросительным знаком, он написал книгу, как он с лагеря. Он туда попал в 44-м году, и феномен этой книги ставит в том, что человек очень легко расчеловечивается в нечеловеческих условиях, а потом очень трудно возвращает к себе человеческое. То есть в этом цифровом мире мы очень легко расчеловечимся, а вот тот процесс возвращения может оказаться очень сложным. Илья Петрович, скажите по этому поводу, что Вы думаете? В продолжении того, что говорили, чтобы остаться человеком, мы когда говорим про интернет, никто на чьих костях не пляшет. Мощнейший инструмент развития, пространство будущего, основа цифрового мира и так далее. В первую очередь, почему-то обращаем внимание только на когнитивную часть, то есть когниции, память, внимание, особенности у ребенка и так далее. То есть развиваем познавательную сферу. При этом почему-то легко вынесли за скобки, сказали же про Шекспира. Томик Шекспира лежит и вот там прочитать, ну почему прочитают, кегль не скачет только, ну и бумагу полистать нужно будет. Вопрос не просто прочитают и вопрос не просто поймут. Мы же говорим о том, что кроме познания у нас есть еще эмоциональная сфера, кроме когниции, эмоции. И вопрос, как вот навык эмоционального общения, потому что общение это не просто обмен информацией, вот, ну, что-то справочное понятно. А вот человеком я становлюсь тогда, когда я проживаю что-то, когда я переживаю что-то. А насколько я научился это делать, если моя социализация проходила перед экраном компьютера, я с помощью делита могу перевести эмоции просто в два регистра. Нравится, не нравится. Нравится, продолжаю. Не нравится, нажал и все. Вот эта сфера уплощения, когда я не понимаю, что такое радость, чем она отличается от счастья, что такое горе, чем она отличается от чего-то. То есть, вот эти вот эмоциональные нюансы, это та часть, которая в когнициях она не умещается. Она может быть описана, но она не может быть прочувствована. А без опыта проживания, без опыта переживания, вот этой человечности и выход на духовность, мы же вообще вот эту сферу как-то не говорили. А что такое там патриотизм и так далее. То есть, вот эта вот часть, она как раз строится больше на аффективной, на эмоциональной сфере. Спасибо, Юрий Петрович. У меня два вопроса очень коротких. Татьяне Владимировне, короткий вопрос специально под задумку. Так что такое человек? Ничего себе. А можно я, прежде чем вам ответить на ваш вопрос, прокомментирую то, что вы сказали? Как говорит наш общий с вами один знакомый, хороший и замечательный профессионал Сергей Николопов, ничто не заменит дружеского подзатыльника во дворе. Это я на тему воспитания. Никакая чудесная программа, потому что это эмоциональный, быстрый ход, это человеческие, реальные отношения, они ничем никогда заменены не будут. Это первое. Второе. Для того, чтобы нам не перестать быть людьми, нужно читать сложные книги, нужно читать, нужно смотреть сложные фильмы, нужно слушать сложную музыку. Сложный здесь самое главное слово. Потому что, когда детям дают дайджест из преступления и наказания, вот это настоящее преступление, потому что Достоевский не писал детектив на тему, кто старушку хлопнул. У него про другое. И война и мир про другое. Вся классическая литература мира про другое. Она не про сюжет. Поэтому, если мы вот это подставляем, то это значит, мы лжем. Мы даем детям неправильную информацию. Что такое человек? Я не сумасшедшая, чтобы всерьез отвечать на такой вопрос, но комментарий все-таки. Это особое явление. Это существа, мы существа, которые живут не только в физическом мире. Как-то так вышло, вот создатель нас так сделал, что для нас мир знаков и смыслов может быть даже важнее, чем физический мир. Вот так вот вышло. Мы не живем среди стульев, столов, домов и арбузов. Спасибо. Татьяна Владимировна, вопрос к Германовичу и к Марату Михайловичу тоже коротенький. А есть ли, поскольку вы экономисты, есть ли альтернатива цифровой экономике, есть ли вообще альтернатива цифровому миру? Мы можем его как-то пропустить? Или тогда мы окажемся вообще внецивилизационного пространства? Может быть она есть, но нам она пока неизвестна. Очень бы хотелось, чтобы мы ее так по касательной проскочили, но к сожалению это как раз тот случай, когда нам придется ее прожить и прочувствовать. поэтому как любой неизбежный процесс лучше это сделать с удовольствием. Солошусь, что случается помимо нас, это случается в мире, в общем-то не у нас, а мы тут как часть этого мира получаем этот кусок. История знала регресс, а не только прогресс. То есть я не удивлюсь, если после этого взрыва технологического мы можем оказаться в каком-то другом месте. Ну и самый последний вопрос, а что будет потом? Что будет после цифровой экономики? Вот что? Это серьезный вопрос? Тогда я дам очень серьезный ответ. Я не знаю. Ну что же, спасибо вам огромное. Мы должны заканчивать нашу программу. Я благодарен всем ее участникам. Знаете, естественно, тема цифровой экономики затрагивает множество проблем и душевного состояния человека, его биологического бытия. Она затрагивает проблему воспитания и множество других проблем. Но о чем бы ни говорили сегодня наши собеседники, ясно одно. У нас нет выхода. Мы должны оставаться людьми. Вы смотрели программу Агора. Встретимся через неделю. Редактор субтитров Корректор А.